Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 И аналогично такой же прием применяется к параллельным анкетам. Возможны варианты, уточняющие вопросы, несколько информантов с одним и тем же предложением. В общем, все преимущества анкетирования, которых не дает корпус. Вот, собственно, полка с переводами Винни-Пуха. Есть три таких текста «Алиса в стране чудес. Винни-Пух и маленький принц», которые переданы на огромное количество языков. Как раз здесь можно видеть Винни-Пух и его друзей. Голубая книжка по-латычески в переводе Визмы Белшевицы, знаменитой нашей латыческой писательницы. А рядом стоят две книжки. Это первый, вот, «Мудрость. Мир. Пуха». Это перевод Вергилиуса Чапайтиса. Первый перевод в СССР, на любой язык, еще до Захадера. Славянских форм несколько. Что обычно для плюс-комперфекта. Старые формы со вспомогательным глаголом в прощающем времени в имперфекте. Или вот «Бе-форма». И сверхсложная форма французской «Сюркомпозе». Вот. Значение зоны сверхпрошлого. Она, вот, об этом чуть... Ну, вот, это как раз дополнительные значения плюс-комперфекта, некомпозициональные. В литовском она известна, вот, с двойным причастием. И мельком упоминается уж мальчатик в историческом синтаксе селитовском. К сожалению, там не указано, откуда это. Но, вроде, это современная орфография. Вот, что называется, вопрос нуждается в дальнейшем исследовании. Но, конечно, для балтийских языков в целом это не характерно. Просто это пример лишний раз подтверждает, что балтийские языки в разных отношениях попадают в общий ареал со славянскими. Вот. Семантика в славянских языках, кроме русского, в грамматике описывается, как традиционно, как давно прошедшее, предшествование событию в прошедшем. Реальный материал не всегда укладывается в эту схему. Есть какие-то абсолютные употребления, стилистические варианты и прочее, что при обращении к корпусам, в том числе параллельным, выявляет довольно большой спектр различий. Для балтийских языков как будто бы не таксисные и не результативные в прошедшем. Вернее, скорее результативные в прошедшем, в первую очередь, таксисные во вторую. Описаны меньше. Тем не менее, прямо-таки в грамматике Энзелина, в немецком и в латыческом издании, где хотя бы сказано, при сумме перфект определяется, что он определяется как в латыни и немецком. Но тут же приводятся примеры из латгальского, из еще одного балтийского языка, которым специально не занимался. Вот инфлантиш, как его называет Энзелин в немецком издании. Это не что иное, как употребление плюском перфекта в начале рассказа. Как русское жил-был. Жил-был старик со старухой, вышел старик из дому. Как раз это то, что в русском не совсем правильно связывают финно-угорским влиянием, что прекрасным образом, если, во-первых, более-менее по всей великорусской территории, а во-вторых, в белорусском. Вот мы видим еще один яркий ареальный признак, который объединяет латгальский, белорусский и русский, в том числе русский северо-запад. Вот. Фольклор. Это у Энзелина есть пример, где вместо ожидаемого перфекта примеры типа «Расскажи песни, ты много странствовал и много видел. Встань из могилы, довольно я плакала». Вот. По мнению Энзелина, здесь все же есть предшествование, но предшествование решению попросить. Вот. Как бы возникает скрытое желание попросить, и потом плюском перфекта как бы предшествует ему. Ну, все вот эти примеры, я опять же не берусь про все говорить, в общем, близки к экспиренциальному значению, которое хорошо известно у плюском перфекта, в том числе к неактуальному экспиренциалу. Вот. Есть примеры в корпусе, например. Он тосковал об отце с такой силой, с какой вообще живой человек может тосковать о другом. Он рассказывал невидимому отцу обо всем, что с ним происходило. Эти ситуации могут предшествовать точки отчета в прошедшем, в латышском тексте, хотя в целом это один фрейм. Вот. Временной план там не ощущается на самом деле сдвига в более широком контексте. Вот. В литовском несколько лучше нестандартное употребление описаны. Например, неактуальное экспиренциальное употребление. В некоторый момент в прошлом, когда она жила в Литве, она никогда не видела льва. Пример из Дамрюна Савишмальчтига. Ну, там не сказано, увидела ли она льва потом. Опять же, там очень короткие контексты, но из анкет мы это увидим. Ну, вот. У Бьерна Вимера есть. Она тебе тогда позвонила в некотором неактуальном интервале припоминания. Вот. У Петра Михайловича, например, я было думал этой ночью погулять. Ну, вообще хотел было вот с другим глаголом, просто собирался было есть просто в корпусе. В параллельном, но при этом тут, по-видимому, есть ограничения на некоторые видовые классы. Потому что с глаголом «хотеть» литовские информанты такую ситуацию отвергают, но в атыческом позволяют. Возможно, есть ограничения на какие-то классы глаголов. Похожие есть в болгарском, где хотеть нельзя, а собираться можно. Вот. Опять же, у Вимера упоминается умозаключение. Кажется, что Шонберг, Веберн и Альбан Берг, скорее всего, совершили весьма интенсивную интеллектуальную работу. Вот. Плюс к вам перфекты в Европе по корпусу. Это вот тексты, переведенные на много языков. Здесь виден славянский и балканский полюс с редким плюс к вам перфектам, с относительно редким в большинстве таксистных контекстов, куда попадает литовский. Значит, латышский ЛВМ отстоит чуть дальше. Он между болгарским и, так скажем, вернокулярными германскими языками, гессенским и шотландским, где все это вообще реже, чем в литературном немецком или английском стандарте. Другой полюс. Очень хорошо видны три германских языка. Бретонский очень мощно выступает, не совсем понятно почему. И вот совсем особняком стоит турецкий. Вот. А если взять анкеты со славянскими и с балтийскими языками, то вот итальянский здесь и два финно-угорских языка России для некоторого фона. Здесь видно, что латышский ближе к европейскому стандарту, к болгарскому, итальянскому. Литовский ближе к Балканам, хотя с ним совсем все не так плохо, как в корпусе. Так что показывает, что анализ по анкетам все-таки был необходим. Видите, какой большой разброс между разными постсербо-хорватскими. Вот двумя вариантами хорватского. Литовский по корпусу прекрасно не поменял. Литовский по корпусу на очень бедном полюсе. Он там... Да, он практически на Балканах. Это и с перфектом, вообще говоря, по литовским происходит. Это не должно нас удивлять. Но вот здесь литовский тоже ближе к Балканам, но не близко к нулевому полюсу. Вот эта вот линия, где ничего не надписано. Это воображаемая анкета, где пульс-комперфект не встретился. Параллельный корпус многоязычный показывает, что есть славянские языки, где только антирезультативные контексты, как русское было, украинский, белорусский. Только и реальный, как славянский и чешский. Верхнелужицкий ближе к стандартному европейскому. По-сербо-саховатский, болгарский, македонский в основном результатив прошедшим подчеркивание временной последовательности, а также разного рода некомпозициональное значение. Неславянские языки тоже распадаются на языки с сильной последовательностью времен. Германские, романские. В целом цикл-комбалтийский ареал захватывает в себя латышский. Финский, эстонский тоже. Есть более слабые. Вот литовский, португальский и новогреческий, и другие балканские. Они группируются как зона слабого темпорального плюс-комперфекция. Наоборот, в турецком и финно-угорском их, по-моему, большую роль играет временная дистанция. И вот для параллельных текстов характерны случаи, где в литовском все же эта форма встречается. А также в ряде других языков со слабой формы. Это повтор действия, значение уже, емитив, с сильным дискурсивным акцентом. И есть вот литовский, белорусский, хорватский. И результатив в прошедшем, где подчеркивается последовательность событий. И в случае отсутствия плюс-комперфекта будет неоднозначность. И здесь, в литовском эта форма встретилась. В кашубском, обратите внимание, это новый перевод у нас. Как раз чуть не единственный контекст. В хорватском и в македонском. Но если посмотреть хотя бы по анкетам прошедшее в прошедшем, то есть чистый таксис, то в балканских языках это не первый перевод. В литовском простое прошедшем, это более обычный перевод. И плюс-комперфект означает, что он съездил в Москву и вернулся. То есть этот минимумный результат включается тем самым. Потрясающе, что в латышском информант, когда тоже дал два варианта насчет поехать, и с плюс-комперфектом, он дал ровно противоположное толкование результатива в прошедшем. Он находился в Москве, когда его искали. Но оба согласны с тем, что случай, когда его просто не было, просто уехал, не маркированное, это обычное прошедшее. То есть интересно, что здесь два... Я опять же оговариваю, что речь идет только об этих конкретных информантах, но противоположная интерпретация результативных Абертонов возможна. Отмененный результат. Он очень характерный для балканских языков. Собственно, вот хорватский куклица, вот тот вариант, о котором говорила Яна Андреевна, здесь вообще невозможен просто перфект, нужен плюс-комперфект обязательно, бисан из губи. Но и в литовском, и в латышском это было дано первыми вариантами. Ну или более сложный случай, когда есть некоторый результат, но непосредственный результат отменен. Человек-говорящий входит в комнату и спрашивает, чувствует, что холодно, и спрашивает, кто открывал окно. И в литовском, и в латышском этот вариант первый. Но опять же... И вот случай съездил, я уже съездил в город Чарусев и вернулся. В латышском второй вариант, в литовском главный. Вот, если вернуться к женщине, которая в Литве ни разу не видела, кого она не видела? Льва. Вот, если вернуться к этому опыту, то это на самом деле довольно классический для плюс-комперфекта контекст. Как раз Петр Михайлович его на адыгейском материале описал. Он очень хорошо представлен на Балканах. Более, если человек говорит, что никогда не пил вина, просто в Аористе, в болгарском, македонском, означает, что не собирается его пить, не будет пробовать. Если он только что попробовал вино, он не может сказать, что никогда не пил вина в Перфекте или в Аористе. Он должен сказать и как раз и по-болгарски, и по-македонски. Другие варианты сомнительны. Вот, в латышском тоже такой вариант есть. В литовском информанты расходятся. Для одних это единственный вариант, а для других он, наоборот, маркирован и хорош, если есть классическая временная последовательность в этом тексте. Если действительно какое-то предаточное предложение. В общем, здесь нет четкой уверенности. Но, опять же, это контекст очень типологически характерный именно для абсолютных употреблений. Ну и последнее, о чем я сегодня скажу, это контексты ошибок. Очень часто с глаголом «забыть». Когда человек сообщает, что ошибся или забыл что-то сделать, но в тот момент, когда он свою погрешность осознает. Вот, это пример «Кто принес молоко?» «Ты принес?» «Ах, да, я забыл». Вот, в целом, здесь плюс-комперфект не очень характерен для европейских языков. Собственно, по-английски здесь будет «I forgot». «I have forgotten» плохо, потому что, как бы, подчеркивает дейсис, но нормально просто «I forgot». Вот, в литовском, в латышском такие переводы прекрасным образом есть. То есть, в хорватском, вот, причем не вот в этом диалекте, а в другом уже, в пуле, где эта форма жива. Вообще, не по всей себя бы хорватской зоне это можно сказать, но здесь, конечно, есть. И в болгарском, в болгарском, возможно, и просто забравих, но естественнее, чем в аористе плюс-комперфект. Итак, действительно, больше, чем выделялось ранее, имеется некомпозициональных значений. На европейской карте латышский ближе к европейскому стандарту, литовский ближе к славянским языкам, в основном балканским, где, собственно, плюс-комперфект и жив, прежде всего. Мы видим, что это несколько иначе, чем получается с предбудущим, в силу сильной и дематизации предбудущего в Европе вообще. Но, как представляется, это, в общем, соответствует тому, что известно о перфекте в этих языках. В целом распределение схожее. Ну и вот те замечания нестандартных употреблений, ардиалектных, фольклорных и так далее, оставленные великими предшественниками, нужно, конечно, дополнительно исследовать, в том числе в реальном контексте. Спасибо. Этот балканский кластер, в который попадает литовский, я правильно скажу, что он характеризуется тем, что плюс-комперфект, не просто тем, что плюс-комперфект там используется определенным образом, но еще и тем, что он там используется редко. Ну, он используется, ну, так скажем, это средняя редкость. По сравнению с тем, как он не используется в восточных и западных славянских языках, кроме лужицких, это нет. Это достаточно примеров и в корпусе, особенно в болгарском, вот, но для него, так скажем, характерна высокая факультативность. Например, в литовском и в македонском это так. То есть, таких случаев, когда грамматика прямо диктует плюс-комперфект, не что другое, что как раз для болгарского прекрасно характерно. Тут, вот, сербо-хорватская зона, это высокая факультативность, средняя редкость и нехарактерность употребления в чисто таксисных контекстах. Нужна результативность или ее... Как соотносится все, что вы говорили, очень интересное, с так называемым пересказывательным наклонением там, где оно есть? Плюс-комперфект действительно имеет эвиденциальное употребление довольно в разных языках, в разных зонах. Особенно мощь, он пересекается, конечно, в болгарском, где, собственно, одна из форм заглазных наклонений исторически. Исторически это форма плюс-комперфекта, которая много из его семантики сохраняет. Опять же, вот здесь значение умозаключения, вот в этом примере про композиторов, оно тоже как раз характерно для пересказывательных наклонений. Но в целом эвиденциализация в Европе больше свойственна перфекту. Довольно много языков и в Европе, и в Азии, где перфект эвиденциализирован, а чтобы плюс-комперфект поставить именно с пересказательным наклонением, нужно какое-то дополнительное сильное средство. Так что вот у него своеобразное отношение. Есть пересечения, но меньше, чем у перфекта и чем у предбудущего, как раз как показывают материалы. Вопрос по поводу среднеевропейского стандарта. Это технический или концептуальный термин, если чуть более серьезный? То есть это характеристика самой выборки европейских языков, которые вы смотрели? Или это результат кропотливого сопоставления языков европейского ареала и языков некоторых других ареалов, четырех-пяти? Ну, в целом, конечно, я не знаю насчет кропотливости, но последовательность времен, при которой плюс-комперфект и предбудущее жестко обязательны. Это довольно экзотическое свойство, которое принадлежит в основном западноевропейскому ареалу. Довольно во многих языках мира есть плюс-комперфект, сдвинутые так или иначе ретерспективизированные прошедшие времена, но практически нигде они не обязательны при предшествовании в прошедшем. То есть, про пять ареалов не скажу, но если брать, скажем, Африку, индорийскую территорию с терскими языками тоже, вот азиатский ареал и, допустим, океанистские, то вроде везде, где есть вот такие-то обстоятельные формы, они показывают и отмененный результат, и иногда результат в прошедшем, но вот это вот обязательное школьное правило как будто бы нигде не грамматикализовано. Так что я, наверное, несу за это некоторую ответственность за такую формулировку, хотя я понимаю, что понятие среднеевропейского стандарта, вот, уорфовское, оно, конечно, как и весь уорф в целом, не всегда надежно. Продолжение следует...